Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим тему и недельной главы Дворим, и того, что нам предстоит начинать уже готовиться к экзаменам. Экзаменам этого года. Нам предстоит работать над собой, потому что буквально маленький промежуток времени, и будет расширена. Исправление себя, работа над своими недостатками, это основа, для чего человек приходит в этот мир. И уж точно это основа сегодняшних дней. Существует такая характерная черта, приносящая человеку колоссальный вред. Она может стоить ему жизни, говорят мудрецы. Это стремление к победе. Ощущение своей значимости, когда человек непременно хочет быть победителем, то и дело доказывая свою правоту, убеждая всех, что образ жизни его единственно правильный, что только его мысли верные и неоспоримые. Проще это называется гордыня, она не дает ему прислушаться к чужому мнению. И никто не в силах, кстати, таких людей обычно переубедить. И, разумеется, такой человек не способен признаться в своей ошибке и не готов меняться. Вот это трагедия. Вот этого надо избежать в эти дни. Нужно уметь признавать ошибки, нужно менять свой образ жизни уметь. И даже тогда, когда кажется, что вот истина, она со мной, только не духовная истина абсолютно, Бог, Он всегда с тобой. А вот то, за что ты в данный момент борется, надо признать, что иногда была ошибка, и снова менять свое восприятие реальности. Человек меняется и умнеет, поднимается в лучшем случае. И меняется все, что он видит и все, что понимает. Нужно быть всегда готовым к переменам и исправлению, говорят мудрецы. Надо быть готовым к признанию своих ошибок. Никакой самоуверенности, никакого самодовольства, никакой гордыни в эти дни вообще быть не должно. Сказали мудрецы, задумайся о том, что ты всего лишь человек. Свои малости и ограниченности. Спроси человек себя, кто я есть. Просто человек, не Бог, вот это важно учитывать. Не человек, не Бог. Человек не в состоянии понять, что с ним происходит. Ни один человек не знает, откуда он взялся, куда идет, и что его ждет в будущем. Даже не в далеком будущем, а, например, то, что случится через час. Так что у нас есть выбор. Надо готовить себя, ежедневно меняться. Тогда ты действительно идешь в ногу, что называется, со временем. Каббала говорит, в эти слова желательно вдуматься. Когда с нами что-то происходит, надо задать себе вопрос, не за что, а для чего. Это абсолютно разный подход к жизни. Для чего Бог делает меня ту или иную, какую-то ставит меня в ситуацию. Кстати говоря, написано, что когда придет Машех, то люди будут смеяться над своими прошлыми переживаниями. Поэтому смех, он притягивает энергию будущего, потому что связан с будущим. Вернемся к нашему уроку. Принцип Каббалы, который нам рассказывают с древности мудрецы, просить у него то, что нам необходимо в жизни, а не то, что нам хочется. Это две разные вещи. То, что нам необходимо. И тогда Бог внимательно слушает то, что мы хотим. Вспомните, когда Бог открылся Авраму и приказал ему покинуть свой дом и отправиться в путешествие, которое, в общем-то, и стало, кстати говоря, началом истории еврейской. Он не сказал Авраму пункт назначения. Иди с земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего на землю, которую я укажу тебе. Что это рассказывает? Рассказывают нам мудрецы, что не Аврам не знал, и мы никогда не узнаем, что ждет нас в конце пути. Вот когда окажемся там, тогда и увидим. Поэтому надо любить именно сегодня. Не завтра, не вчера. Надо перестать оглядываться на прошлое. Говорят мудрецы, что было, то прошло, этого не вернешь. Можно сделать только какие-то выводы из прошлых ошибок, чтобы больше их не повторять. И не заглядывать в будущее смысле о том, что там будет лучше, вот-вот оно все будет. Зачем? Надо жить здесь, сегодня, сейчас, наслаждаться моментами жизни, сегодня. А то так можно всю жизнь прождать. Наша проблема в том, что каждый человек рождается со своим запасом жизненных сил. И этот запас уменьшается из-за грехов. Поэтому нам рекомендуют в эти дни очиститься и справиться. Человек должен, написанно особенно в эти дни, в течение дня, все время вспоминать, что есть Творец. Таково служение человека в эти дни, особенно, который хочет выстроить свой внутренний мир. Для начала можно сделать, повторяя, уже говорил, памятные знаки, там, например, каждый час будильник себе поставить. Он зазвонил, а ты вспомнишь, что у мира есть Творец. А когда привычка появится, можешь сократить это время. В любом случае, это волшебные дни. Дни, когда, вот еще раз, у нас еще есть время до экзамена. У нас еще время все просмотреть свои знания, поменять что-то, поменять свое отношение к миру. И в любом случае, человек, который в эти дни не меняется, он похож на вот это, на котором Белам ездил, на осла. Не дай бог про нас это будет сказано. Поэтому я уверен абсолютно в том, что даже то, что мы с вами слушаем эти уроки, уже даст нам какую-то дополнительную браху. А пока я говорю, браха вы от слоха. Всего самого лучшего.